В Мангельдинском районе решают вопрос с ростом цены на картофель. В этом году в районе его посадили на 70 гектарах и забрали 10 центнеров с гектара. Чтобы сохранить картофель до нового сезона, в Мангельдах идет строительство нового овощехранилища. Мы уже с четырьмя хозяйствами заключили меморандум, что они до нового сезона, то есть до мая месяца, будут обеспечивать население удешевленное картофелем по цене не более 70-80 тенге за килограмм. Буквально на прошлой неделе со всеми картофельведами было проведено рабочее совещание. На сегодняшний день у нас цена картофеля, на вчерашний день цена картофеля 70 тенге за килограмм. В принципе, местным картофелем обеспечения проблем нет. Что касается инвестиций, то в районе реализуется еще один проект. Это производство деревянных и железобетонных изделий. Его стоимость 25 миллионов тенге. Также в прошлом году был начат проект по развитию животноводства. Инициатор взял в аренду в районе 90 тысяч гектаров земли. Завез 450 голов крыс и 1200 лошадей. В общем, в проект вложено уже 700 миллионов тенге. Таких больших, серьезных предложений у нас нет. Но буквально в начале года приходил, как бы, в основном к нам обращаются же местные же, выходцы. Выходец с Армагельдов, он хотел взять землю в аренду и заняться развитием животноводства. Обещал, что около миллиарда тенге сделает инвестицию. Но в связи с этим мораторией, то, что землю не можем в конкурс объявления, правило по проведению конкурса отменено, пока это вопрос у нас стоит в воздухе. Также на прошлой неделе у меня на приеме был Сарсинбай Бухарбаевич, тоже АДРА-21. У него тоже развитие животноводства, хочет заняться именно коневодством. Бизнес-план у него в руках. Первоначальная инвестиция – 175 миллионов тенге приобретение. Одной из проблем развития бизнеса в районе Аким назвал отсутствие залогового имущества у сельских жителей. Оно не ценится у банков. Однако в этом году амангельдинцам удалось создать два сельских кооператива, которые получили льготные кредиты на покупку нового оборудования. Эту возможность в районе решили не упускать и подумывают о создании новых СВК. Монарбек Касколов и Татьяна Калежная, РТН.